Итак, ребята, особенно новички, которые только начинают изучать язык программирования, я хотел бы рассказать еще раз суть школы, чтобы вы понимали. Тот человек, который сегодня начинает изучать язык программирования, например, Котлин, он изучит, ну, на процентов 200-300, сколько хотите, давайте. И вот почему. И вот почему. Вот смотрите, из чего я исхожу. По сути дела, я не беру ни книги, ничего, я рассуждаю чисто логически. Еще раз, много раз об этом говорил. Еще раз. Ключевой посыл. Вот школа Котлин, это та школа, где вы становитесь исследователем. Как бы исследуете язык, постоянно работая только с практикой. И по этому принципу вы обязательно будете программировать. Ну, я не первые сотни людей выпускаю. Но почему-то понимание таких подходов, видите, пришло через много лет. И вот, опять эти доки, доки мы посмотрим потом. И я повторюсь, наверное, в тысячный раз, чтобы, возможно, вы услышите. Вот смотрите. Если мы начинаем идти по курсам. Да, есть быстрый старт. Сейчас. Да, есть быстрый старт. Но далее идет совершенно нелинейное изучение языка. Но в то же время нелинейное, но в то же время очень практичное. То есть, смысл такой. Я поставил себе цель, чтобы в короткие сроки научить человека писать. Именно писать. При изучении любого языка, особенно для новичка, существует определенный разрыв. Ну, этот разрыв, наверное, новички меня поймут. То есть, человек изучает язык. Изучил, да. Вроде, пока примеры пишет, понимает. А потом уже ни черта не понимает, грубо говоря. И написать не может. Это может длиться год. Это может длиться полтора. Это может длиться до тех пор, пока человек, по сути дела, не начнет писать приложение. Как только он начинает писать приложение. При этом, какое приложение, это не имеет никакого значения. Это может быть программа. Это может быть игра. Это может быть сайт. важно здесь что важно здесь что человек начинает ставить конкретные задачи и начинает их решать но знаний как как правило нету и я долго думал я постоянно думаю над улучшением обучение наконец-то понял и думаю боже мой все гениально просто на самом деле надо просто начать писать приложение сразу изучая язык я так и поступил то есть если вы начнете смотреть курсы да вот я говорю вот идет начинаем котлен с нуля далее идет объявление переменных работать переменным потом бац функции почему да все очень просто функция это рабочая лошадка абсолютно любого языка но если например когда я изучал первый язык си там я вообще не понимал что такое функции когда я изучал python я уже начал понимать что такое функции но вопрос в другом что я думал ну вот функции функция на самом деле когда вы начинаете изучать допустим тот же java script вы понимаете что оказывается функции бывают первого уровня или там как говорят выше уровня и оказывается ты начинаешь тогда только соображать соображать что функции могут быть совершенно разные и оказывается они отличаются и я тогда подумал боже мой сколько я упустил а вот сейчас школу я поставил на правильное русло то есть я говорю ребята изучайте python изучайте kotlin изучайте два языка я отвлекся сейчас я закончу мысль и продолжу изучайте два языка динамической статической типизации чтобы на отличиях понимать одно дело если бы я это начал изучать 8 лет назад то мой уровень сейчас бы отличался в разы поэтому я предлагаю вам уже обогнать меня намного через эти следующие 8 лет так вот а в kotlin функции собрано очень много других языков и она настолько круто здесь функции а круто в чем мы можем даже взять кусок функции да вот в python такое работать не будет а в kotlin будет какую-то одну операцию использовать отдельно это настолько круто а дальше я возвращаюсь к основному вопросу мы идем смотрите начало работы с функцией вот эту мысль я сейчас закончу зачем потому что функция рабочая лошадка одно дело можно было допустим рассматривать типы данных ну например там числа да и смотреть там один плюс один равно 2 я этим даже не занимался по одной простой причине что каждый учился школе вы сами сложите сказал ребятам а вот числах я рассматривал если взять доки к слову я скажу что я готовлю как бы для себя материал для написания урока чтобы написать видео и этот материал является стартом для ребят особенно новичков им же сложно разобраться а так когда они посмотрят доки и вот давайте возьмем числа да вот я подготовил но сосредоточил сам курс я как сказал ребятам я написал конечно в доках плюс минус это ну это фигня все любой язык делает плюс минус и простые операции а сосредоточились мы на переводе типов но обратите внимание в уроках когда вы будете смотреть мы работаем в пределах функций то есть мы набиваем руку на функциях и это оправдало себя с первых шагов а почему а потому что когда ребята допустим взяли быстрый сарт android studio конечно же мы там писали функцию до до классов пока просто я их не довел функцию и в первый первый день появилось приложение то есть ну первые дни уже ситушкин по моему запросил о приложение запустилась наша на телефоне очень круто то есть первая часть дала понять вообще как работа с этой android студия с кодом при помощи кода котлин да и дальше если вы думаете что дальше я иду как-то по-другому нет а вернее да именно по-другому смотрите чтобы уловить мою мысль вот дальше мы посмотрим уроки например сейчас чаще сейчас я где-то потери real сайт так я оставлю доки так доки оставлю и оставлю сайты доки остальное я справа закрою теперь будет все понятно так стоп остановлю потому что я что-то хотел сказать но нас среда точится все запустил вспомнил смотрим дальше смотрим дальше и дальше мы смотрим именно все курсы и обратите внимание функциях да а мы вроде начали и функциях мы уже рассматривали принципе то с чем мы сейчас будем сталкиваться сейчас поймете о чем ряд а это не то это строки потом почему-то идет юнит да юнит а почему юнит опять дело совершенно просто я знаю как я говорю ни один язык начинаешь невольно себе задавать вопрос начинаешь невольно задавать вопрос ну вот давайте зададим его прямо сейчас но смотрите что важно в языке до типы ясно типы ясно типы данных важно то есть в котлин как и в других языках есть там числа есть строки но это мы рассмотрим но как я говорил а давайте попробуем это рассмотреть в пределах функций то есть функцию которую мы будем применять на выходе в android studio да то есть сейчас отвлекусь скажу один вещь только ты не обижайся вот ты новичок и учишь язык и не знаешь зачем учить а я тебе скажу если ты на языке уже с первых дней пишешь конкретные вещи то язык это правильный вот допустим я когда-то изучил си первый язык ну так полу изучил пол не изучил но я его за восемь лет ни разу не применил но не надо мне зачем я учу я сам не знаю потому что говорили о надо учить она поэтому ты смотришь мой сайт а на котлин а на котлин ты сразу же делаешь пожалуйста быстрый старт мобильное приложение то есть ты его применяешь и он будет жить потому что он привязан к платформе android именно это хорошо то есть и мы рассматриваем вот этот круг до в пределах функций а потом мы начинаем задавать себе вопрос даму я мог бы бездумно как книг пишут давать язык что ну давайте по принципу изучим типы потом что такое класс и получится конечно то что человек действительно получит этот разрыв ребят поэтому я говорю со школы джанга пожалуйста да сегодня там даются сложные вещи но пожалуйста изучайте школе котлин переносите подход но не могу я этот подход перенести на те 10 суток уроков конечно для новичка это благо но вот данный способ который сейчас используется он дает реально писать с первых шагов и давайте посмотрим сейчас я чтобы она я выключаю чтобы обдумать мысль извините уж так ну мне бывает хочется написать вот души рвется именно сейчас хорошо я написал не одно приложение я начинаю думать а что важно в языке правильно ребят а новичок это не знает но опытный программист скорее всего будет знать допустим такие вещи как дефал что указывается по умолчанию такие вещи как 0 для новичка сейчас это просто пустое а я когда это даю я просто понимаю что люди сэкономят массу времени и сейчас объясню дальше почему дальше юнит вот вы спросите а чего мы изучили юнит и нафиг он был сейчас а вот если мы посмотрим на уроки ребят сейчас я посмотрю юнит какой курс у нас да это у нас курс 10 и и перейдем в кабинет и перейдем в группу кабинете я сделал все очень просто просто рекомендации где откуда начать и перейдем в группу до так нам надо домашние задания по котле так пожар по 10 и а ребята выступают данном случае как кто как исследователи то есть домашние задания не даются повтори то а давай выйти не сам это джава и собирается полноценное представление вот я допустим когда перечитываю я просто понимаю и ребята объясняют своими словами то есть понятно тип юнит котлин тип отсутствующего значения играет ту же роль что и войдет жава он используется в качестве типа возвращаемого бла-бла-бла и так далее но на самом деле практически это намного круче и если мы возьмем web все очень просто тип юнит это уникальное изобретение изобретение потому что в котлин это войд вот ничего не не выводит а юнит он выводит нечто но у вас есть мобильное приложение и вам надо вывести вообще вы знаете что ну например вывести три картинки или вывести вообще нечто нечто так вот юнит в котлин вот это нечто вот прямо эта восьмерка вот это считаете нечто оно не понятно что оно не относится ни к коду оно не относится ни к html оно ни к чему но и у нет для этого предназначен он выведет это нечто как кем бы оно не было просто одно выведет то есть мы видим насколько продуман он для в это веб разработки и вот я соображаю уже как разработчик а и учуя этому ребят и смотрите совершенно получается иной подход а подход заключается в следующем что мы сразу нарабатываем код нарабатываем функциях допустим при изучении тех же чисел мы а еще тут одна есть вещь исключение исключение и проверки и уже с первых шагов при изучении чисел я ребятам сказал вот с этого момента вы начинаете проверять все свои данные да это был первый шаг и для новичков но узнав простой код он уже вобьет себе в голову что надо данные проверить начнет их проверять если я дал язык а потом дал бы проверку человек бы это не заметил он бы не знал но когда это дано например в разряде самих чисел и человек изучает числа сейчас я попробую найти дело где у меня там числа где мы проходили принципе проще в дуках посмотреть изучая числа и начинает работать с переводом 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 одного типа в другой это реально да далее 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 это все таки здесь в уроке было я уже не буду крутить сам курс так функции ну в общем воспринимаете на слух не буду сейчас искать так вот и начинает проверять этот код то есть это уже практический код да он еще слабенький но он правильный он правильный с точки зрения а программиста безопасности полноты и вот здесь мы наконец-то добавляем 0 да это то изобретение которое я дал видео и видео это вы посмотрите ссылка внизу то есть вы придете на эту страницу благодаря этой ссылке все курсы так сейчас быстрый старт котлин надо нажать и вы придете вот на эту страницу нуль в котлин снимает практически все ограничения с java да то есть посмотрите это видео на него будет ссылка внизу и конечно я мог бы дать этот нуль где-то там но вопрос а когда нарабатывать код правильно сразу а теперь что такое нуль чтобы понять что такое нуль достаточно прочитать то что я написал документации самая частая ошибка в java то есть 90 процентов ошибок java это вот это вот ошибка 0 point of expression 0 это все вещи убирает видео которое я говорил перед этим посмотрите там все станет понятно и чему я это говорю посмотрите я еще только делаю урок по 0 но уже настраиваю ребят настраиваю относительно это сообщение это не урок выйдет скоро но можно начать уже сейчас обратите внимание почему предлагаю изучать сейчас потом уже продолжим типы данных чтобы начать применять и накапливать опыт код с применением 0 может быть довольно сложным даже дело не в сложности а очень внимательном рассмотрении я думаю что нам нужно выработать алгоритмы реального применения так как мы нарабатываем верные подходы если же пройти 0 где-то в конце то потом будет путаница так как 0 применяется след лет взято для примера чтобы понять что мелочь но нужно знать что именно понимание мелочей все определяет ну к примеру код бла 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 довольно короватый но рабочий главный посыл посыл ну нужно начать изучать сейчас чтобы например при изучении for уже использовать или например мы прошли числа и перевод типов с одного типа или проверки в другой или когда нет ничего грубо говоря и возвращается ноль мы можем это уже начать проверять сразу я ребят настраиваю на домашние задания еще курс не вышел заметьте надо выкопать все по ошибке жала чтобы понять отличия очень хорошо во первых жала вы все равно изучите никуда не денетесь но вопрос в том что нам надо вырабатывать правильно и дальше домашние задания по элвису ну для тех кто смотрит видео это немножко непонятно но сейчас веду в курс дела тут может не видно но грубо говоря смысл в чем смысл в том что смысл в том что смысл в том что сами по себе типы данных котлин они не могут быть по умолчанию ноль то есть это решает разработчик и в этом есть чудо по сути дела как я говорил ноль это тоже значение и когда мы выполняем некую операцию если в java мы получим ошибку и не будем знать где эта ошибка откуда она то здесь мы четко это понимаем то есть экономия времени нет тех недель которые можно потерять на java и месяцев это просто знак вопроса он называется элвис то есть грубо говоря похож на как они считают на прическу элвиса пресли поэтому и назвали так причудливо элвис но именно вот это и есть применение нуль то есть когда мы просто добавляем знак вопроса и я пишу ребята а дальше перекапывайте западный интернет и все по элвису то есть вот тогда будет алгоритм что это говорит то есть если вы заметили язык изучается нелинейно каждый участник получается в роли исследователя а это самый верный способ научиться писать на языке каждый участник уже с первых шагов пишет реальный код не какие-то выдуманные примеры а именно использует функции проходим типы данных мы их применяем в пределах функций позже будем применять эти функции в пределах классов то есть вполне понятная наработка идет реального программирования при этом как я говорил мы учитываем сразу основные моменты языка это здесь не все перечислены ну допустим по умолчанию значения 0 юнит учимся делать проверки исключения это все делается с первых шагов да код простой но самое главное наработать навык и этот уровень будет усложняться по крайней мере когда мы будем применять на сервере человек не будет с нашей школы смотреть большими глазами на нечто и думать а он будет понимать ага вот это юнит я понимаю уже что мы выводим нечто одно как один из участников совершенно новичок по моему сачи фамилия сергей написал так объяснил очень интересно мы выведем нечто одно мы только знаем что это одно наверное самое лучшее объяснение юнита которых я встретил но в юните кстати было задание это то же самое что войд в жава самим нарыть что такое войд в жава ой понарывали ой молодцы понарывали что вы знаете достаточно прочитать материал сейчас там полноценные просто допустим я столько интересного узнал для себя ну ладно не буду сейчас показывать группу просто время дорого в общем то что я хотел сказать о нелинейном изучении в школе поэтому я говорю ребята изучайте это метод настолько прекрасен настолько прост и настолько эффективен я именно таким способом прежде чем решить прийти к котлин я за 4 месяца разобрался с языком написал маленькое приложение на андроид и понял я этим заниматься буду и можно писать блокчейн приложение все и самое важное ребята что это методика вам открывает вообще путь то есть вы будете четко понимать как изучать другие языки на что обращать внимание это очень очень важно теперь ребят а для тех кто только начал и хочет изучать языки ребят я говорил и опять говорю изучайте несколько языков школа построена так что здесь дается python с нуля поэтому дается линейным способом но наверное с одной стороны это очень хорошо потому что для совсем чайника который не изучал это будет самый простой способ но если вы начнете изучать допустим сайт spb-tut.ru джанга и python да то есть начнете но при этом я говорю и будете изучать котлин языки разные перепутать нечто сложно запутаться очень сложно а вот на отличиях понять легко и будете применять еще методики к python с котлин вы намного серьезнее будете понимать что такое функции вы будете в них разбираться функции я взял как пример это рабочая лошадка но для вас не будет функции чем-то мутным вот функции это просто функция нет для вас появится что функции это целый мир и они разные и это даст вам со временем разбираться и осваивать другие языки действительно за недели но для того чтобы это происходило надо хотя бы два языка на сегодня я говорю два знать хорошо а почему два потому что в принципе для того чтобы в современном мире нам рулить нам надо первое а надо знать хотя бы один язык хорошо с динамической типизацией типа python или там какой вы выбрали и со статической типизацией то есть это языки как котлин но сразу становится вам понятно как работает как работает плюсы как будет работать тоже при написании допустим блокчейн или там тоже жава скрипт то есть вам становится совершенно понятным это вот чем я говорю ссылки на школу под видео и это не реклама это просто крик души или прорыв да в школе пожизненный доступ занимайтесь в свое удовольствие и я только вот с этим вот это знаете сколько я уже написал очень много уроков уже больше десяти уроков видео да вот то что я в школе но на сегодняшний день я четко понимаю как действительно по-настоящему научить программировать и это отличает меня от любых курсов от любых вещей и самое главное восемь лет и восемь лет энтузиазм ну такой я человек ребята я не могу делать спустя рокова и я говорю так что что я разъякался я последняя буква в алфавите ребят будете программировать ну не одна сотня людей уже программировать но это я убедился я как тут сказать правильно я я я мне не нравится говорить я убедился что за эти годы поставил на ноги и начал именно со школы с легкой руки с легкой подачи материала программировать большое количество людей но сейчас для меня сегодня для самого сегодня прорыв именно я не мог понять хотя все как-то пришло само собой и именно ответ был в том что вот именно Kotlin здесь надо проходить во первых почитайте здесь много интересного я здесь уже искренне написал как я приходил к этому вот и на самом деле почему для меня вот важно вот эта тема потому что именно нуль меня столкнул работать с Kotlin из Java потому что сам Java да он мне нравится но мне не нравились ограничения Java и я не мог себя столкнуть но когда в Kotlin был введен нуль все я сказал вот теперь поехали вот теперь круто теперь на Java считайте на Kotlin доступна серверная часть теперь он рулит в мобильном приложении то есть сайты программы игры у меня на руку плюс в библиотеке Java без конечный доступ плюс Python ребят да мы короли мы короли мы можем все шаг за шагом ребята шаг за шагом искренне говорю это не реклама это просто крик души вот так вот так именно получается я так долго нащупывал вот этот как же сделать так чтобы учить человека программировать с первых шагов ну как говорится с божьей помощью все это делается нашими руками и к сожалению нашим опытом поэтому уж точно я знаю что те кто изучают по моей методике через восемь лет вот если я сравниваю с собой то вы будете ой ребята намного дальше и я этому рад это здорово спасибо за доверие кто-то кому-то не нравится как я говорю кому-то нравится но программировать у меня начинает все поэтому это факт и я самое интересное что я его сам признаю хотя многие свои уроки допустим начальные я тоже не могу смотреть я думаю боже мой а новички смотрят все понятно а я смотрю думаю боже мой ну как я такое мог говорить и так будет ребята у вас всегда это крест программиста вы будете писать какой бы хороший код вы не писали через год вы будете писать и говорить фу ты блин ахомуха неужели это я писал ребята ну ведь это нормально это рост это рост и так будет всегда как бы вы не писали код всегда через год он будет старый код кривой но кто-то запомните сегодня и этого не знает и он будет тоже проходить этот путь все должно быть естественно приходите в школу приходите занимайтесь пишите приложения сайты пишите приложения вот мы потихонечку здесь начали если вы смотрите вот почему вот именно Kotlin меня прорвал Kotlin плюс Android то есть это Android платформа Android Studio плюс блокчейн разработка приложений с нуля но на самом деле плюс Python то это все получается очень крутая смесь Kotlin нас выводит на Java а там уже весь мир плюс Python любая серверная часть Big Data то есть по сути дела много профильное программирование это была моя цель жаль что жаль что пришел вот к восьмому году к этого программирования ребят будет еще одна статья это действительно исповедь вот здесь все курсы быстрый старт вы найдете исповедь программиста как правильно выбрать язык ребят это это просто тоже крик души просто я вам говорю ребята никого не слушайте готовьте из себя много профильного программиста именно школа взяла на это курс я готовлю вас что касается вот конкретно меня чтобы вы могли изучив несколько языков два в данном случае разобраться самостоятельно в любом направлении и это будет это работает ребят поймите это работает на самом деле сегодня я могу сказать это уверенно я написал здесь историю я написал здесь что я не учитывал я написал почему надо именно поступать таким образом я не могу вас убедить я могу вам дать размышления мол хотите 8 лет но быть вот таким вот программистом допустим либо хотите через 8 лет быть программистом который может заработать миллион и который больше знает и знает правильные знания ребят это очень важно значит вот читайте а сами потом решайте кем вы хотите быть ведь все довольно банально просто время затраченное на один или на два языка совершенно идентично да будет вместо трех шесть месяцев изучения но вопрос в том что изучая функции там и там и те и те станут потому что они разные но вопрос понимания извините меня будет в тысячи раз важнее я ж вам рассказывал я когда то думал что функции это а функции разные и сегодня в первую очередь когда я заложу в язык я смотрю а что там функция что она умеет делать а у меня а у Пейтон так а у Котлин так то есть у меня уже выскочило и ребята пишут да вот реальные наши ребята которые и участвуют в этих вопросах спасибо им да что не все меня ругают да помимо программирования твоих курсах это Ситушкин пишет есть энтузиазм есть интересные подходы к организации себя вот один из подходов вы на него перейдете есть новости которые позволяют понимать что происходит например по Котлин в Рунете все начинается ребят когда будет все кому это нам надо когда будут все заниматься мы уже должны бомбить приложения изучать надо сейчас да вот не сказал важно изучать языки которые востребованы будут ближайшие 15-20 лет это Котлин ребята это Пайтон ну что ж может сильно эмоционально прошу извинить ну такой человек мне не надо быть там кем-то казаться кем-то вот такой я как и есть но я искренне вам рассказал а вы уже решайте как вам быть все равно пять четыре три ужас это сто процентов но выбор за вами сегодня сделайте правильный выбор завтра получите результат сделайте правильный выбор сегодня завтра будут деньги сделаете неправильный выбор будете изучать не будет денег время будет затрачено научитесь инвестировать спасибо за доверие